Привет, мои дорогие садоводы, огородники и просто интересующиеся загородной жизнью. Сегодня я хочу поговорить с вами о бахче, об арбузах и дынях, и немного о тыквах рассказать. Но не обычных арбузах, которые мы привыкли все видеть. Некоторые пробуют выращивать на своих участках, у некоторых это вообще никак не получается. Я вам хочу рассказать о новинке селекции. С этими новинками у вас точно будет урожай, точно будут сладкие арбузы, это я вам гарантирую. Совсем недавно мне удалось из первых уст узнать об этой новинке от Юрия Борисовича Алексеева. Это генеральный директор компании Семко. Собственно, они первые в России выпускают эти гибриды, гибриды порционных арбузов и тыкв. Что же такое порционный арбуз? Я писала уже об этом в инстаграме и сразу посыпалась много вопросов. Что такое порционный арбуз? Как говорят они, что каждому члену семьи по арбузу. Это небольшие арбузы, масса и плодов 2-2,5 килограмма. То есть это необычно, как мы привыкли, что арбуз на 10 кило. А маленький арбузик съел и счастлив. То, что мне понравилось в этих арбузах, я сейчас озвучу. Я сама их еще не выращивала, их еще не выращивал никто. Они только вышли. Я вот одна из первых получила семена. Сейчас я вам расскажу, какие это сорта. Вернее, это не сорта, это гибриды. Сейчас я вам о них расскажу поподробнее. Вот такой вот буклет. Я его приберегла как раз с этого мастер-класса, который проводился для работников оптовых сетей. Но я, конечно, туда попала, слушала с открытым ртом и сейчас рада рассказать вам. Смотрите, три гибрида. Называется «Савин вкус», «Лимончелло» и «Марбл». Я вам ниже напишу их еще раз, чтобы смогли вы в любой момент прочитать. Сказала, что это маленькие плоды. Допустим, «Савин вкус» даже от полутора килограмм идет. То есть, представляете, совсем махонький арбузик. Но самое классное, что в нем, это вкус. Это количество сахара. Вот представьте, самый сладкий южный арбуз, который вы пробовали. И я вам скажу, что в среднем до 10% сахара в них содержится. В этих же малютках до 13% сахара. То есть, представляете, какие они сладкие. Еще у них очень тонкая кожица. То есть, вот видно на фотографиях. Сейчас я вам поближе покажу. То есть, ее практически нет. Этой кожице, как мы привыкли корку видеть у арбуза. И вот они представлены в трех цветах. То есть, это стандартный арбуз, как мы привыкли его видеть. Красный, желтый арбуз с желтой мякотью. И вот такой вот красный арбуз. Но снаружи он темно-зеленый, без полосок. И еще один, самый, наверное, главный момент. Это срок созревания. Обычный арбуз у нас созревает где-то 90 дней. То есть, мы высаживаем его на рассаду. Мы ждем урожая. Даже если это средняя полоса, мы пытаемся вырастить. Но если у нас что-то произошло не так с погодными условиями, все, мы остались без арбуза, без дынь. Ну, что говорить, мы иногда и без помидоров остаемся. Уж про арбузы. Очень короткий срок созревания. 55-60 дней. Спросила я специально у Юрия Борисовича, стоит ли выращивать его безрассадным способом. Ведь, в принципе, в теплое лето мы можем уложиться и безрассадным. Но он считает, что лучше, конечно, выращивать рассадой. Рассаду высаживают в сроке 20-25 дней. Выращивать можно в открытом грунте, во всех видах теплицы. И самое главное, эти миниатюрные арбузы можно вырастить на балконе лоджии. Представляете? То есть, им совсем не нужно того, что нужно нам обычным арбузам. Даже в минеральных удобрениях им требуется на 25-30% меньше, чем обычным арбузам. Формируются такие арбузы в одну или две плети. И на каждом растении предусмотрены где-то 3-4 плода. Вот таких вот небольшой массой. У меня, честно сказать, руки чешутся посадить. Я уже думаю даже посадить сейчас в феврале. Посадить под цвет, посмотреть, что из этого выйдет. Потому что безумно хочу попробовать эти арбузы. Нахваливали их мне, я не знаю. Я ничто в последнее время не хотела так вырастить. Из новинок хочу вырастить эти порционные арбузы. Также появились порционные тыквы. Sweet Cop называется и Orange Column. Или Column. Вот они у меня тоже есть. Тоже они такие же маленькие. Срок созревания у них 75-85 дней. Но, как мне сказали, что у них невероятный вкус. Что эти тыквы вообще на тыквы не похожи. Я просто не очень люблю тыквы. Не люблю вот этот вот специфический вкус и запах. Мне сказали, забудь, ты будешь есть их сырыми. И тебе безумно понравится. И почему-то я им верю. И обязательно попробую в этом году. И расскажу вам в конце сезона, что у меня из этого вышло. И посмотрев на прошлое лето, какое оно было все-таки у нас холодным, экстремальным. Я решила отказаться, наверное, от обычных арбузов и дынь. В теплице у меня пока нет для них места. Для открытого грунта. Ну, тоже не хочется угадывать. Хоть они у меня вызревали, вызревали несколько сезонов. Но вот, к сожалению, в прошлом году не успели вызревать. То есть они у меня были вот такие, как порционные, но сахар не успели набрать. Вот. И тут же появилась эта новинка специально для меня. Я думаю, для вас. Давайте вместе пробовать и делиться впечатлениями. Всем спасибо за внимание. Очень ждем новый сезон, чтобы их посадить. Постараюсь сделать так, чтобы мы все-таки их посадили вместе. И ухаживали за ними вместе. И урожай тоже получили вместе. С вами был ваш нетипичный фермер. Люблю вас. Пока.